всем привет как показала практика грустный лёлик никому ну или очень мало кому интересен будто никто грустным никогда из людей не бывает ну и еще в общем как бы вообще обзор будет посвящен тем кто любит точнее не то чтобы тем кто любит вот интересен для тех кто любит обзор еды я сегодня закупилась отчетом закупилась по деньгам думала больше будет потому что до хрена вышла еле доперла но по деньгам вышло слегка меньше чем я ожидала скажем так если друг оказался вдруг они друг и не враг а так случилось у меня тут такое ну вроде как долго общаешься с человеком и вдруг внезапно и все я конечно попереживала что мне свойственно когда я переживаю я забываю поесть а когда я забываю поесть меня начинает кружиться голова как-то все взаимосвязано но и вообще погода тут как-то влияла я все надеялась что думала что вот все уже наконец-то стаивать я наконец-то смогу на велике покататься уже зима как-то поднадоела ибо я в лесу уже все-таки побывала в этом году но правильно если лёля в лесу побывала то зима должна закончиться как там кто-то другой думает насчет этого уже как-то в расчет не берется в общем что скажем так ну из-за того что у меня было такое настроение хреновое ну я как-то стараюсь видосы не писать в плохом настроении да чтобы как бы не плодить плохое настроение по людям с другой стороны вот ну грустно мне да ну почему вот нельзя написать допустим лёля не грусти надо обязательно выносить не мозг ладно опустим некоторых таких персонажей но вот тут вот случился у меня типа друг отвалился я сейчас шла из магазина и подумала ну типа чё я так переживаю вроде кажется если человек три человека у меня ну сейчас вещь о том который я думала что действительно друг потому что я очень ему доверяла она как я поняла что человеку обо всем лучше не говорить иначе будет потом обидно больно и тому подобное если человек ставит над своим другом эксперимент дабы доказать самому себе у меня три раза так говорили практически слово в слово я была бы я бы даже подумала что то разные люди если бы не была уверена в обратном не знала что это обратное допустим я общался с тобой чтобы доказать какая ты сверх плохая злая и тому подобное я это себе доказал все я теперь в это верю я думаю что так поступают люди я не знаю с вами вообще такое случалось когда-нибудь или нет люди которые даже людьми их назвать нельзя это сгусток унылого дерьма скажем так это не человеке это я не знаю что то тем надо быть таким вот насколько должна быть скучно жизнь чтобы стать подобные эксперименты но это был давно скажем так потом я совершенно забыла что у меня пять с лишним тысяч подписчиков и что раз меня смотрят и подписываться значит я все-таки интересно значит людям как бы интересно то чем я занимаюсь ну и если даже как-то мне некоторые пишут комментах и в других где-то я иногда натыкаюсь если кого-то да вдруг смотрю и вдруг получается что ой я смотрю эту люлю я ее вы чё думаете я эту люлю смотрю из-за того что она мне нравится нет я смотрю чтобы ее потрогать ну короче если у людей даже таких есть время на меня значит я действительно интересно значит интересно то чем я занимаюсь я подумала если паре людей на меня в этом плане плевать то это не повод как-то прекращать заниматься тем что мне нравится ну и поэтому как бы возвращение уже не грустной люли и перейду я к обзору непосредственно огромнейший пакет ну и да у меня случилось вчера соответственно слегка такая переоценка ценностей ну не то чтобы вчера 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 она завершилась и некоторые там моменты слегка поменялись мировоззрение может быть или еще что-то хлебушек я вообще шла тупо за молочком и хлебушком не поверите моё козье молочко у меня закончилось обычно мне что-то все ранее от прозванивала но как-то так последний раз за три последний раз за три в том плане что последние три недели и тут у меня дня три уже нет молочка у меня я же еще любительница такая забывать про еду если есть такой то можете написать каментах лёля я тоже такой я забываю про еду короче у меня случилось впервые так что вот 8 дней на я работала этому козьему молочко обычно но за неделю ему ничего не становится а тут я глотнула вроде ничего решила сделать капучинку засунула в микроволновку достаю а там такой плавает уже горяченький творожок ну я что-то так подумала что фиг знает как что с ним делать он у меня остыл и а так как кот очень хотел без ранее зачетом то в общем отдала коту и я три дня тут без молока без молочная такая я поперлась а значит ну просто узнала что молоко действительно не привозилось а потом узнала что от родниш по поводу другой родниш что они в скором времени в деревню поедут а так как снег то вроде как еще не ставил на велике то туда по снегу то как-то сложновато короче решила закупиться еще и молочком шла я чисто за хлебом и молочком шла я вообще за другим каким-то хлебом но тот который хлеб я просто покупала что-то я даже не будем его покупала в пятерке не было да и соответственно пакетик из пятерки и все что в нем тоже из пятерки это у нас какой-то боярский хлеб 300 грамм 16 число я что-то так слегка еще в днях потерялась а сегодня у нас какой да вот как раз сегодняшнее 16 число боярский хлеб боярский традиционный русский хлеб и состав у нас тут мука пшеничная первого сорта ржаная обдирная вода питьевая сахар-песок солод соль дрожжи прессованные кориандры я чуть не как-то не очень помню как я к этому корианду в хлебе отношусь но решила что почему бы нет он типа тут такой нарезанные две горбушки но еще моя родня считает что мне надо каждый день есть черный хлеб я думаю что это тоже к черному наверно как-то относится по крайней мере он не в том плане что если я ем каждый день черный хлеб то я не буду считать птичек вот кстати сегодня у меня не было такого что я считала птичек хотя нервотрепка была на последние пару суток я вообще хотела что-то купить давно кукурузу все брала и и смотрела не думаю сейчас возьму и куплю и как-то беру в руке подержу обратно поставлю на полку и ухожу тут решила купить себе кукурузу еще кучу что думаю как-нибудь сделаю салатик типа как крабовый с крабовыми палками только место крабовых палок хочу положить килапию не знаю все получится в общем у нас тут кукуруза 39 копейками грубо говоря 40 рублей она типа по скидке но по моему она и без скидки столько же стоит это у нас фрау марта этой фрау марта как-то брала какие-то там фасоль в томате для супа вкусно сайте сахарная кукуруза особая сладкая составе сахарная кукуруза вода питьевая сахар и соль 310 грамм я купила опять эту сметану она снова была по скидке не помню по моему в этот раз скидка была меньше чем в прошлый раз оттална сметана брест литовск белорусская вполне нормальная сметана 315 грамм 15 процентов жирности последний раз она у меня слегка на два дня была уже на тот момент просроченная к сроку годности но я чё-то на ней классический что-то я уж не помню что-то я на ней пожарила и очень вкусно было на самом деле ну я последний раз как-то точнее как-то я жарила мясо на сметане и было тоже очень вкусно я решила что в крайнем случае если вдруг она у меня снова будет под конец жизни заканчиваться своей сметанной то я на ней какую-нибудь рыбку или мясо пожарю тому же я из-за того что нифига не ела соответственно ничего не готовила такое вообще грустное царство было в колхозе светлый путь обычно говорю раннее утро в китайском квартале но как-то вот так вот все такое есть у меня один такой знакомый который про когда человек у человека грустное настроение он называет это развесло и хлам я путаю что сильнее что нет но когда вот сидите так хочу-то вспомнила как маруся делала на смысле бабушка типа слезки собираете а потом выбиваете ну такой прикол в общем конечно в пятерке там написано иногда одни цены пробиваются другие знаю что можно где-то подойти и на какую-то фигню поднести вот какой-то продукт и она пробьется но я не знаю как этим пользоваться и как-то я забила я просто подумала что насколько выйдет настолько и выйдет потому что вчера я сделала то что мне не свойственно совершенно мне не свойственно но решила выполнить одно свое ну как бы сказать желание если действительно все срастется то вот очень хорошо ну как бы монетку отдала но документы еще не оформлены и 50 на 50 или мне вернут монетку и я уже потом на что-то другое потратить или мне напишут и я приеду уже заберу оформленные документы это у нас первый раз вообще вижу молочная речка молоко ультра постерилизованная 3 2 процента жирности я только сейчас поняла что это коровы нарисованы мне что-то магазине показалось что это мумитроли монитор потух монитор потух монитор не потухая снова забыла не то чтобы снова я вообще забыла глянуть туда чтобы вот он у меня не потухал так раньше времени у меня кто-то в диалогах прыгает в контакте ки потому что у меня вкладка мазилы закрыта чтобы не мешало особо ну и как-то вот но я не вижу чё но я вижу что там от мигает я увидела вот слушайте я тут на нее смотрела в дикси что-то так жаба задушила тут она была по 64 65 копейками 65 или 66 что-то такое за штуку я конечно купила сразу две я ее сто лет уже не ела я понимаю что это не та конкретная фунчоза как он была в каком-то моем тайском обзоре отдельной какой-то еды дикси тут у нас потому что состав это горох картофельный крахмал зеленые бабы и ваган но я помню что она мне очень нравилась я когда-то ее варила и бабуся у меня пыталась есть точнее я пыталась накормить бабусю когда она еще не болела меня знала что у тебя за еда такая азиатская китайская японская фиг знает какая я хотела купить каких-нибудь морских животных но чё-то ну не понравилось из того что там было в результате вспомнила что в принципе это можно сделать немножко по-другому и тоже будет очень вкусно потому что у меня сыр есть который я не обозревала и купила и он у меня так как-то ну забыла я обозреть так ну еще вторая упаковочка вообще я тупо еще хотелось купить каких-нибудь обычных дешевых макарон потому что у меня есть сыр на тот случай когда хочется есть ничего а ничего готового нет заварил макароны точнее сварил макароны потёр сырой можно захомячить но как-то я еще кстати вот но никто не знает из youtube а потому что принципе практически нигде не говорила я планирую у меня бабушка раньше делала сама лапшу я у тети узнавала там значит 2 скорлупки молока 2 желтка я забыла сколько-то муки но это все смешать раскатать потом разрезать и скоб и посушить в общем я сама никогда не делала но я видела как она делала много раз и я хочу сделать это и вообще у меня родня очень любила ну в основном сестры бабушкину лапшу она делала в основном это суп из нее какой-нибудь молочный суп или там куриный суп вот я не знаю получится у меня или нет как вообще и хочу просто если получится сделать может ну и и в виде как макароны не только о я забыла я купила риса я не знаю почему мне почему-то нравится вот такой вот круг круглозерно зерны шлифованный рис короче мне почему-то нравится шлифованный рис я тут на днях среди ночи проснулась уснула всем что-то у меня такая мигренича была вообще такая вялая была у меня даже давление внезапно впервые там не знаю за последние лет 12 скакнула куда-то за пределы предельного у меня ну как бы пониженная я сварила риса зафигачила у меня казалось только два листа нори было один я уделала со солью один дел делала на роллы в общем зафигачила роллов себе где-то там среди ночи и у меня был как раз вот такой рис я не знаю по моему это не тот рис который для роллов надо делать но почему-то вот мне нравится именно вот такой вот шлифованный хз вообще я любуюсь могу есть но почему-то вот если покупаю то всегда шлифованный разный а тут увидела рис думаю чем они купить рис у меня как раз заканчивается в общем еще у меня тут молоко сначала я его увидела какой-то даниловская даниловская что ли да даниловская массу даниловский масло сыр завод свободности 5 суток молоко вчерашнее оно сколько вообще тут жирности а тут тоже 32 я подумала что если то долго играющий она еще полежит но мало ли у меня с этим уходи не срастется или там срастется и она вдруг внезапно закончится а захочется чего-нибудь такого молочного ну и в общем я купила в крайнем случае сделаю блинов последний раз у меня блины уже последние два раза получались вот такие как делала бабушка до этого мне все время получались очень тоненькие такие и слишком масляные ну хотя бы не комом так я тут его как раз вчера делала блины себе вечером что-то вспомнила что забыла поесть а и ничего готового нету и позвонила родни я говорю почти 9 вечера нормально ли блины сделать а вот ты забыла поесть как так было мне сказано что если даже у меня плохое настроение это не повод не есть ну как бы да ну в общем я сделала блинов и потом шоколадом из той фундюшки я туда кстати еще этот молоко сгущенное которое фикси покупала вылила ну вообще частями выливала очень кстати вкусно на какой-то шоколадный крем похоже у меня там осталось где-то с чайную ложку наверное в этой фундюшке этого шоколада куда еще кузя молоко в свое время немножко капну кстати очень вкусно блинами я все сначала хотела дойти до ермолина я дам уже сто лет не было а ну думаю а чё я туда пойду опять куплю каких-нибудь вкусных сладких блинов с хомячую их за один присест и буду как колобок ну и у меня как раз была сыворотка в общем вот я купила еще этой фрау марта зеленый горошек из мозговых сортов горошек зеленый мозговых сортов вода питьевая сахар соль ну и тоже там он что-то около 40 рублей стоил что-то еще и купила я ведь купила вот эти ну какие-то вот я их как-то покупала нормальные обычно дешевые макароны макароны не вот такие макароны красная цена я не помню почем они вообще так а еще не поверите помните в каком-то стриме но это если вы смотрели и вы допустим регулярно смотрите меня не только там смр или что-то конкретное а вот для тех кто смотрит каждое мое видео я думаю что такие сутки есть я как-то говорила в стриме что хочу потереть морковку и заморозить ее в результате я потерла морковку но вместо того чтобы заморозить у меня часть морковки осталось я сделала какой-то такой очень большой салат с редькой и яблоком и дней десять его ела подсолнечного масла крышечку добавила ну совсем чуть-чуть я масла подсолнечного кладу почему-то салаты сейчас и он у меня стоял в холодильнике а потом я про него забыла ну лёля классически всегда забывает про еду стабильно лёля забывает про еду если бы лёля про еду не забывала это была наверное не лёля открываю я значит тут варила что-то суп думаю на морковке гляну что там в этом салате возьму этой морковь и с ним что она возможно масляная какая-нибудь или яблоком пропиталась открывали а там уже все там уже весь этот салат давно коньки откинул ну и чё у меня а там морковка я ее помыла думаю сейчас почищу значит потру на терочке что-то забыла открыла смотрю она еще нормально открыла нормальная том открыла и не узнала на мне в два раза усохла ну чё пришлось морковку выкинуть и я долго долго была без морковки а так как что-то у нас в этом году в том точнее году урожай морковки я не очень поняла был ли он или было его все-таки мало то я впервые в жизни вот вы свидетели впервые в жизни лёля по собственному желанию для самой себя чтобы это есть купила в магазине сам факт я два раза в магазине покупала картошку потому что у нас что-то тогда ну как-то закончилась она сейчас мне еще картошка пока есть наша именно я впервые в жизни купила в магазине на развес грязненькую как мне родня говорила и родня родни друзья родни родня друзья короче родственников что если покупать в магазине то надо покупать грязную морковку потому что грязная морковка это морковка чистая морковка черти чем напичкана в общем я купила две грязных морковки самая дешевая покупка и все чеканы что-то у меня рубля на два вышла с чем-то в общем ну почищу сделаю все тушеные картошечки и положу в супчик какой-нибудь ну и вот такой меня болтливый слегка обзор насчет стрима я не знаю потому что вроде как эти выборы слушайте люди так заколебались выборами мне опять пришла сэмэска не забудьте про выборы на мэла пишут в сбербанковском приложении вылазит в банковском вебском приложении но в браулерском вылазит потом значит в почтовый ящик кидают на телефон вчера звонили с каким-то вот не забудьте про выборы это уже каким-то я не знаю чё за шиотаж такой впервые за всю мою жизнь чтобы такой такой прессинг с этими выборами был мне кажется от такого люди наоборот никуда не захотят пойти чем куда-то пойти в общем вот такой видос всем спасибо и всем пока